Меня зовут Есен, я 22, приехал, взял визу Родителям, да, иногда отправляю Допустим, 500 злот их отправишь, где-то 200, где-то и все тысячи Всем привет, ребята, с вами Алишер Мы встретились сегодня с Есеном, он из Казахстана Здравствуйте, Есен еще раз Здравствуйте Представься, пожалуйста, мы уже знаем твое имя, но наши ребята уже еще не знают Меня зовут Есен, я 22 В Польше я уже начинается третий год, коротко говоря Поначалу я приехал в эту Польшу с надеждой, что все-таки получится что-то получше Потому что в Казахстане, да, перспективы есть, но все же, это же Европа, сами понимаете Конечно, конечно, правильно Все же получше Получилось, вот приехал, взял визу Изначально два года работал в маленьком городке, именно в складе, в Бедронке Так Поработал чуть А, кстати, да, я хотел еще спросить, сколько ты зарабатывал примерно? Я как слышал то, что на складе ребята зарабатывают от 1000 до 1200 евро Ну, смотря еще плюс на карьерный рост там, кто именно ты по складу Просто ходишь, помогаешь или что-то там делаешь поважнее Все это, от этого тоже зависит немного Да, да, да То есть, получается, у тебя даже был карьерный рост, правильно? Ну, какой-никакой, да, там, типа, бригадиры, помогаешь, там, тебе дают отряд, ты ходишь с ними, проверяешь им винторизацию Я и приехал в Варшаву как раз-таки с парой ребят, которым я был еще больше знаком Приехал, также устроился на склад в Бедренку Но уже чуть более, имел как раз-таки опыт чуть-чуть И при этом случае зарабатываю немножечко больше, чем именно в маленьком городке А, получается, ты, типа, набрался опыта, еще и язык подучил, правильно, в это время? И с этим, со всем этим грузом, так сказать, в голове идешь на работу и получаешь уже больше Да, именно так Я понял, а давай, расскажи насчет машины, за сколько ты ее купил и за сколько времени ты накопил на это? Это смарт, но накопить на нее возможно Даже если по чуть-чуть, по чуть-чуть откладывать, то можно за год, можно за полгода при огромном желании Покупаешь, в принципе, машины, ну, чуть дешевле, чем в странах СНГ Можно купить и за 3000 злотых, можно купить и за 5 и дальше, и больше Да, как видите, ребята, тут есть очень много специальных автопарков, где вы можете спокойно купить машину от 2000 злотых Ну, конечно, 2000 злотых это уже старые машины, но и до конца Бюджет в основном тратится на аренду как раз-таки квартиры Аренда здесь начинается от нушки, примерно от 1500 злотых Ну, это еще считай кавалерку и смотря где именно находится квартира Также еще нужно учитывать кауцию, ну, кауцию, благо, мы платим только один раз Кауцию, ребята, это как бы задаток, это предоплата, да, депозит предоплата, который, когда вы въезжаете в квартиру, вас просит всегда депозит Платишь на нее, платишь чинж какой-то, да Чинж это административные услуги, типа вывоз мусора, уборка, поле всего Если газон, то газон убирают в основном Типа такой вот чинж платите, дальше еще за коммуналку, ну, она не особо дорогая И плюс интернет домашний Ага, а в общем сколько это получается в месяц? Примерно от 2000 Ага, если жить в кавалерке одному в каком-то, ну, в центральных районах Варшавы В центральных тогда начинается от двух Да, да, да На еду, если суперэкономить, то можно и жить на 200 злотых Ага Я чисто подсчитал под себя, один раз в месяц прожил на 200 злотых Ага, серьезно? Это получается за 50 злотых за неделю То есть покупаешь чистую картошку, не портишь эти продукты и живешь на них Чисто ими Ага То есть мясо, ну, можно по сути даже чуть-чуть отказаться от него Ага Если прям уже сильно идет избыток А если прям шикарно жить? Ну, в пределах прям хорошего Подойти там, взять какой-то сыр не за 2 злотых, а за 5 Допустим, такого, то можно и жить на 400 злотых в месяц Это в пределах хорошего Это уже хорошо питаешься Это примерно 95-100 евро, короче Это примерно такая сумма получается в месяц Дальше И еще за бензин Но машина не особо такая и мощная Да, да, да Там где-то 500-600 в пределах Ага В месяц на бензин уходит чисто Дальше остается чисто на себя Ты можешь купить одежду, но лучше откладывать Потому что, ну, знаешь, что будет завтра Конечно, конечно Аж, кстати, ты еще наверняка отправляешь деньги своим родственникам и родителям в Казахстан, правильно? Родителям, да, иногда отправляю Когда есть какие-то свободные и от этого деньги Ага Допустим, 500 злотых отправишь Где-то 20, где-то 200, где-то и все 1000 Ну, это хорошо, то, что у тебя есть возможность еще и отправлять Развлекаться все-таки надо Ты все-таки молодой человек Поэтому иногда от работы нужно Насчет развлечений Ну что именно? В Варшаве очень много развлечений, на самом деле Начиная от ночных клубов до каких-то приватных клубов Есть прикольный бассейн, ну, вот, в центре Варшавы За 120 злотых ты можешь подняться и купаться За человека Ну, это в будние дни вроде, как я знаю А по поводу тренажерного зала Ты вот 120 злотых сказал, да? По поводу бассейна Ты ходил в тренажерный зал? В зал начинается 150 злотых в месяц 150 злотых, это где-то 30 евро Спасибо тебе огромное за твое время И обзор про себя и про историю свою Будем тебя ждать еще с нами вместе До скорых встреч тебе Всем спасибо большое До свидания Спасибо